Привет, ребята! Меня зовут Ена, и сегодня мы с вами продолжаем тему тригонометрии, но уже переходим непосредственно к синусам, косинусам, тангенсам и катангенсам. Я знаю, что вы знаете определение через катет и гипотенузу, а сегодня мы с вами уже знакомимся через нашу окружность. Итак, вот наша окружность, та же самая, что была на прошлом занятии, та же самая овечка у нас бегает и с точки 1,0 по всей окружности, что в положительном направлении, что в отрицательном. Но теперь мы, во-первых, нашей овечке дадим имя, это будет овечка М, и второе, мы ей даем параметр, буковку Т, но чаще всего это будет либо альфа, либо бета, либо это вообще в некоторых задачах будет обозначаться х, хотя я считаю, что х неправильно использовать здесь. За что отвечает параметр? Параметр отвечает, на какой угол ушла у нас овечка. И про что я хочу сказать? Я хочу сказать, что наша точка, которая зависит от вот этого угла, да, поворота, насколько овечка отошла, у нее есть координаты. Есть координата по х, есть координата по у. Но мы с вами переназываем, переобозначаем вот эти координаты. У нас теперь х – это будет косинус, а у – это у нас будет синус. И когда наша точка, находясь вот здесь, вот, да, допустим, здесь очень похоже на 45 градусов, но пока это не важно, отошла из нашей точки нолик, да, наша вот такая вот, как стрелочка, прошла, и вот этот угол, он обладает определенными координатами. То есть, когда мы повернули именно на этот угол, у нас точка встала в определенное место. И это определенное место обладает координатой по косинусу, по х и по синусу, по у. То есть, если бы мы вернулись с вами в восьмой класс, то восьмиклассник просто бы сказал, координата по х такая-то, координата по у такая-то. А теперь мы просто будем говорить, координата по косинусу такая-то, а координата по синусу такая-то. Если вам стало интересно, почему это так, вы можете, например, прогуглить полярные координаты, Потому что именно они используются там, где нет вот этих обозначений слева, справа, в трех шагах откуда-то, от какой-то точки. Например, воздушное пространство, самолеты. Вы могли даже в фильмах, может быть, видеть, как на подводных лодках, на кораблях, на самолетах. Показывается не как навигатор в машине. Едьте, пожалуйста, три километра прямо, потом поверните направо. Там вот такая именно круговая диаграмма. Вот, в общем-то, она и есть, но более упрощенный вариант, потому что мы пока с вами только знакомимся с этими координатами. И тогда косинус и синус – это не что иное, как просто переобозначение координат. Как запомнить? Ну, в общем-то, я рассказывала такую ассоциацию, можете ее использовать, можете свою придумать. У Игоря у нас есть хвостик, а раз есть хвостик, значит, это, скорее всего, девочка, а раз девочка, значит, синтия. А раз синтия, значит, это синус. А х – это у нас как Костя, да, такой мальчик, такой брутал, он у нас Константин, косинус, да. Кстати, про ограничения. Я говорила, что х и у не могут выходить за рамки минус единицы и единицы. Отсюда следствие, что косинус, что синус, они бегают у нас в рамках от минус единицы до единицы. Что косинус любого угла, как бы ваша овечка не бегала по этой окружности, она не может уйти за пределы этой окружности и не может дойти ближе к этому центру, да, ближе к этому столбику. Поэтому, пожалуйста, следите за этим. Так и синус любого угла тоже не может никуда вырваться. К сожалению, бегает от минус единицы до единицы. Что ж, функции тангенс и катангенс вам тоже известны, и здесь намного проще. По окружности мы с вами еще познакомимся, это некие прямые, которые мы строим к окружностям. А пока просто напомню, что вы уже знаете. Тангенс – это отношение синуса к косинусу, а катангенс – наоборот, косинус к синусу. Это взаимно обратные функции, да, мы всегда можем, зная тангенс, узнать катангенс, просто единицу разделить на тангенс. Но об этом тоже чуть попозже мы с вами узнаем, когда будем разбираться с формулами. Мы с вами на прошлых занятиях в других классах использовали разные синусы-косинусы. Но с отрицательными углами знакомимся сейчас. Дело в том, что косинус является единственной четной тригонометрической функцией, за что я очень люблю косинус. Это единственная функция, которая расчетная, значит, от отрицательного аргумента, от отрицательного х, от отрицательного угла, будет таким же, как и от положительного. Вы можете даже себе представить на окружности. Вот мы пошли, либо мы пойдем вверх на 45, либо мы пойдем вниз на 45. Координата у этих точек по х, по косинусу, будет одинаковой. То есть, что вы пойдете в положительное направление, что в отрицательное, не важно. Почему так случилось? Почему это единственная четная функция? Ну, у нас получается, что мы идем симметрично относительно х. У нас получается ровно отсчет именно от точки, которая стоит на оси х. Именно поэтому косинус у нас, можно сказать, съедает знак отрицательного угла. Остальные функции нет. Началось все с синуса. Синус, он, в общем-то, нечетная функция, и минус как бы выплевывает. То есть, определение нечетности – это то, что от отрицательного или противоположного аргумента мы будем являться противоположной функцией. То есть, в нашем случае минус выходит наружу. Тангенс, он у нас связан с синусом. А когда у нас есть наша нечетная функция внутри другой функции, то чаще всего это приводит к нечетности второй. Когда тангенс тоже связан с синусом, значит, тоже будет нечетный. Поэтому эти три функции, они как бы дружат все вместе, такие нечетные. А косинус стоит немножко отдельно. Он единственная четная функция. Знак съедает. Можете представить, какой косинус просто поглощает вирус, съедает его – нет. В этом как раз его тоже плюс. Если у вас будет отрицательный угол, просто запишите без отрицательного угла. Вот и все. Пример будет решен. А у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.